Возродятся дирижабли, потому что сейчас для них, в общем, условия есть. Теперь их несущим газом является не взрывоопасный водород, который погубил те дирижабли начала 20 века, а гелий, который совершенно не взрывается, потому что инертный. При этом появились новые материалы для оболочек. При этом дирижабли имеет огромные преимущества, то есть он может летать очень долго, хоть месяцами, он может быть и пилотируемым, и беспилотным, ему не нужны взлетно-посадочные полосы, он может нести огромную нагрузку, гораздо больше, чем любой самолет, он может заменять спутники связи, он может, соответственно, быть транспортной машиной с, повторяю, очень большой нагрузкой, что недоступно самолетам. Он может быть аппаратом дальнего радиолокационного обнаружения, и даже может быть он, может быть средством ПВО, то есть нести ракеты воздух-воздух. Недостатки его, это небольшая скорость, но все равно он быстрее поезда летит в любом случае, поэтому это, конечно, не самое страшное. Гелий очень дорогой, это другой недостаток, и при этом очень текучий. Ну и, ну да, довольно сложные причальные сооружения нужны для дирижабля, но, видимо, главный его недостаток – это очень плохая репутация. Продолжение следует...